Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Сергей Подшибякин и мы продолжаем наши разговоры о финансовой грамотности. Сегодня я хотел бы поднять с вами тему вашей финансовой безопасности. В условиях современной действительности мы очень часто сталкиваемся с какими-либо не очень приятными действиями, которые могут привести вас к потере ваших финансовых средств. Именно об этом мы сегодня с вами и поговорим. Ну, первый и, наверное, самый главный момент, который вам стоит уяснить, и в предыдущих лекциях я уже об этом говорил, что самым главным врагом наших денег являются наши эмоции. Поэтому научитесь контролировать свои эмоции, научитесь относиться к каким-либо ситуациям, хорошим или не очень хорошим, спокойно и принимать взвешенные решения. Второй момент – это то, что вы должны понимать, что самым главным вором собственных денег являетесь вы сами. И только ваши решения могут утянуть из вашего кармана ваши честно заработанные средства. Но для того, чтобы правильно контролировать себя, научить этом своих детей, давать хорошие и правильные советы своим друзьям и близким и знакомым, вы должны в первую очередь научиться сами контролировать то, что происходит с вами и вашими деньгами. Ну, и, конечно, мы не должны упускать из виду то, что есть огромное количество мошенников, различных не очень чистых на руку людей, которые всегда с огромным удовольствием ваши деньги переложат из вашего кармана в свой. Ну, и как от них защититься, давайте с вами тоже поговорим. Первый и, наверное, самый сейчас распространенный способ мошенничества – это когда вам либо звонят, либо пишут какие-то не очень чистые на руку люди и просят вас перевести кому-то деньги, выручить какого-то вашего друга, говорят, что ваш родственник попал в какую-то неприятную ситуацию или говорят, что ваша карточка заблокирована. На все эти ситуации у вас должна быть очень простая реакция. Первое и самое главное – спокойствие. Только спокойствие, как говорил Карлсон в известном мультике. Если вы не поймаетесь на удочку мошенников и не включитесь в эмоциональную реакцию, это значит, что вы сможете принять спокойное взвешенное решение. Если вам приходит смс с якобы номера вашего родственника, знакомого или кого-то из ваших близких, попробуйте не отвечать на эту смс, а перезвонить непосредственно этому родственнику или вашему близкому человеку и узнать, не случилось ли у него чего-нибудь. Возможно, у него украли телефон. Или, возможно, он на некоторое время потерял доступ к своему аккаунту в социальной сети. Или, может быть, он сейчас вообще не подозревает о том, что он же вам и пишет. Таким образом, вы себя защитите от очень простого, но в то же время достаточно эффективного мошеннического способа перекладывания денег, собственно говоря, из вашего кармана в чужом. Вторая ситуация, когда вам звонят или пишут из банка. Мы сейчас с вами привыкли к тому, что мы с нашими замечательными банковскими организациями общаемся, как правило, посредством смс, либо каких-то мессенджеров, иногда звонками. И очень часто бывает так, что вам кто-то звонит и, представляясь сотрудником банка, просит вас совершить какие-либо действия. Но, если вы внимательно слушаете рекомендации самих банков и читаете правильно все договорные обязательства, вы знаете, что банк лишний раз к вам ни за какой информацией обращаться не будет. Все ваши данные и так у банка уже есть. Поэтому, для любых действий с вашими непосредственно счетами, с вашими деньгами, у банка есть абсолютно все средства и полномочия. Все, что надо банку, это только ваше подтверждение. Поэтому, никакую информацию непосредственно банковский работник у вас лишний раз запрашивать не будет. Опять же, самое главное есть действие, которое вы можете совершить, если вдруг такой звонок вам поступает, это успокоиться, выдохнуть, проверить баланс на своей карте, если у вас есть возможность дойти до банкомата или, допустим, воспользоваться онлайн-приложением и ни в коем случае не совершать никаких действий. Самый идеальный способ в этом случае – просто положить трубку. Даже если вам звонили прямо непосредственно из вашего банка, это действительно был звонок, который необходим был банковской организации для того, чтобы с вами связаться, они с удовольствием с вами свяжутся еще раз. А злоумышленник вряд ли будет вам перезвонить, поняв, что вы уже не попались на его удочку и не очень хотите с ним, наверное, разговаривать. Ну и третья ситуация, которая тоже у нас очень часто встречается – это предложение о каких-либо очень-очень-очень-очень выгодных предложениях. Вы можете столкнуться с ними в интернете, вы можете столкнуться с ними в виде смс-сообщений, которые вам приходят, или какие-то предложения, которые вы можете встретить даже просто гуляя по улице. Наверняка вы слышали какие-то истории о каких-то людях, которые нашли, допустим, какие-то драгоценные монеты, серебряные или золотые, спрятанные в каком-нибудь стареньком доме, вот они прямо сейчас хотят их быстро продать. Или, наоборот, человек, который попал якобы в сложную ситуацию и собирается прямо сейчас попытаться куда-то уехать, и вот он потерял все свои вещи на последние деньги, собирает на велет домой и так далее. Или ситуация, в которой вам могут предложить что-то очень-очень выгодно купить, например, какой-то товар вот только сейчас, прямо здесь, с рук, прямо вот в этот момент дайте только денег, и вот у вас замечательная вещь прямо сейчас. Опять же, самое главное, на что рассчитывают злоумышленники, это ваша эмоциональная реакция. Они рассчитывают, что вы или очень сильно обрадуетесь, или испугаетесь, или проявите какой-то сильный спектр эмоций. Если этот сильный спектр эмоций вы проявить не сможете или не захотите, значит, скорее всего, вы не попадетесь на их лодочку. Помните, бесплатный сыр бывает только в мышеловке, поэтому самые выгодные предложения, как правило, оказываются самыми неприятными в итоговых последствиях. С ситуациями в жизни бороться достаточно просто. Если вам кто-то подходит на улице с каким-то предложением, вы должны четко понимать, что этот человек уже точно нарушает закон, потому что занимается незаконной торговлей. А человек, уже один раз нарушивший закон, с удовольствием обманет и вас еще раз. Если вы с такой ситуацией сталкиваетесь в интернете, ни в коем случае никогда и никому не сообщайте номера своих банковских карт, пароли, код, который указан на обратной стороне ваших карт, какие-либо ваши персональные данные. Так получилось, что в нашем современном мире мы достаточно много можем узнать друг о друге, просто зайдя на страницу соцсети. И злоумышленник может очень легко попытаться манипулировать вами, используя ваши же данные, которые он просто в открытом доступе увидел, прочитав вашу страницу. И ваша задача, в первую очередь, для сохранения собственной безопасности, не вестись на удочку этих замечательных мошенников. Если вам предлагает кто-нибудь, что есть прямо сейчас возможность выиграть миллион, достаточно просто заплатить там какую-то смешную комиссию, всего несколько тысяч рублей, просто надо платить смс-ку вот по такому-то, по такому-то номеру. Вы, как люди опытные, немножко знающие, что деньги в жизни достаются либо честным трудом, либо действительно полезной и правильной работы и понимаете, что вот просто вот так вот легко какие-то выигрышные суммы, ну, скорее всего, не будут легко попадать на ваш банковский счет. Поэтому на эту удочку мошенников тоже не попадайтесь. Ну и третья распространенная ситуация, это когда кто-то вам пишет, допустим, в аккаунте в соцсети, а у вас, например, нет другого способа связи с вашим другом, коллегой или, может быть, знакомым. Для этих случаев я рекомендую очень простой способ. С каждым нашим знакомым или собеседником мы имеем какие-то, ну, скажем так, общие темы для разговоров. И злоумышленник, как правило, взломавший страницу вашего друга или коллеги, будет пытаться использовать только ту информацию, которая есть непосредственно в вашей переписке или на вашей странице. Попробуйте задать ему какой-нибудь вопрос, ответ на который знает только этот друг или этот коллега, и злоумышленнику его не знать, ну, точнее, узнать его просто неоткуда. Самый яркий пример. Например, если вам пишет ваша родственница, а вы по какой-то причине сейчас не можете с ней связаться, допустим, по телефону, а пишет она вам в социальной сети. Попробуйте вспомнить, как зовут кого-то из близких родственников этого самого родственника и задать прямую этот вопрос. Вашему другу или знакомому будет совершенно несложно просто дать вам эту информацию, и он сразу будет понимать, что вы просто действительно пытаетесь идентифицировать его личность. Такой вот альтернативный способ практически альтернативный банковской вашей подписи в паспорте, но он помогает вам идентифицировать, с кем вы на самом деле общаетесь. Ну и еще одна тема, которую сегодня очень хотелось бы поднять, это очень распространившийся сейчас легкий заработок в виде кэшбэков, в виде каких-либо социальных мониторингов ваших страниц, в виде каких-либо сетевых маркетингов и так далее. Помните, что деньги нужно зарабатывать только честным трудом и с четким пониманием, что вы делаете и за что вам эти деньги платят. В основном, системы, которые вас втягивают в эту замечательную схему заработка, будут использовать в первую очередь ваше время и ваш труд в естественно своих интересах. Еще раз напоминаю, что легких денег зарабатывать в интернете, к сожалению, нельзя. И те люди, которые утверждают обратное, либо врут вам, либо прикрывают этим самым заработком какие-то другие мошеннические схемы. Ну и в завершении нашей сегодняшней беседы хотел вам еще раз напомнить. Помните, что самый лучший ваш друг это спокойствие, а самый лучший способ сохранять ваши деньги, это помнить, как они к вам попали и куда вы их собираетесь потратить. И делать это спокойно, запланированно и вовремя. Большое спасибо за внимание. С вами был Сергей Подшибякин. Немножко о финансовой грамотности. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok